Сын полка, роман написан, будто по его судьбе, говорит Александр Петрович Дмитриев. Боевой путь от Белоруссии до Берлина он прошел вместе с солдатами автомобильной части. Ему тогда было всего 13 лет. Рассказывает, будучи мальчишкой, мог сам сесть за руль и знал все об устройстве машины. Чинил двигатели, радиаторы, аккумуляторы, возвращая автомобили в строй. Вспоминает солдат и всегда относились к нему по-отечески. Беречь надо было мальчишку и учить. И учили всему. И блиндаж делать, копать сначала, потом строить в три наката. И все это тоже мне приходилось делать. Удивительных историй, подобных этой, в книге Татьяны Ворониной полтора десятка. Здесь рассказы о труженицах, которые на заводах делали магазины для автоматов и оперения для бомб. О юнгах и разведчиках. Сегодня презентация второй части издания всегда в строю. В основном в нем собраны биографии жителей Красноглинского района. Здесь нашлось место и для личной истории. Взяла на себя такую ответственность. Я заключительную статью поставила очерком о своем дедушке. Потому что я только в этом году нашла. Мы вообще о нем ничего не знали. О том, что он погиб в концлагере. Ездил на родину, узнавал. То есть вот и такие герои тоже. Потому что у нас в книге есть и малолетние узники, и блокадники. Первая книга Татьяны Ворониной вышла в прошлом году. Многих ее героев уже нет в живых. Автор говорит, каждая фронтовая судьба – великое наследие для потомков и часть живой истории военных лет. Оба издания разошлись общим тиражом в 600 экземпляров. Их направили в библиотеки, школы и, конечно, вручили ветеранам. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов. События.